В эти минуты наша съемочная группа находится на одной из столичных остановок. И чтобы показать, как много людей сегодня решили воспользоваться услугами общественного транспорта. Марк Брюшко на связи. Итак, коллега, соблюдают ли санитарные правила водители автобусов и пассажиры? Арестант, сразу хочу отметить, что, конечно же, на остановках мы встретили первый день работы общественного транспорта после длительного перерыва контролёров, которые тщательно следят за тем, чтобы санитарные требования, хотя бы банальные перчатки, медицинские, медицинские маски водителями и пассажирами соблюдались. На всех автобусах на лобовом стекле есть объявления, распечатанные на листах А4, белые бумаги, которые гласят, что вход без маски строго запрещен внутри автобуса. То есть на наших глазах несколько человек заходили в автобус без маски, проводили безналичную оплату, и контролёр тут же заходил и выяснял, есть ли у них маски, если нет, то предлагал покинуть салон. У всех маски были, только либо в кармане, либо в сумке у женщин и так далее. Он был только не на лице, хотя должны все их носить, по крайней мере, ради собственной безопасности и безопасности своих близких и окружающих вообще людей. Мы находимся на правом берегу столицы. Здесь эта остановка, известная для всех жителей Нур-Султана, как встреча. Здесь очень много людей с самого утра, не так много, конечно, как до карантина. Обычно здесь битком просто, в автобусы невозможно попасть. Но, наверное, это связано ещё с тем, что не все знают, что автобусы начали работать. Сегодняшний день, общественный транспорт снова пошёл. Мы также поговорили с контролёром, с одним из контролёров, которого встретили. Давайте послушаем о том, что она нам рассказала. В переднюю дверь заходят они, в среднюю и заднюю выходят. Так, не более 20 пассажиров должно в автобусе быть. То есть водитель имеет право, в случае чего, отказать человеку? Если больше уже? Ну, отказать, наверное, нет. Нет, наверное. Нет, нет. Потому что люди все же на работу. Уходят, отказать не имеют права. Должны вести. А вот в части санитарных мер, что водитель должен делать, для того, чтобы обеспечивать безопасность пассажиров? И у всех пассажиров должны быть маски? Маски должны у всех быть. Маски, перчатки у всех. Но пока нет у нас нарушений, пока все люди в масках. Ну, предлагаю также посмотреть на дорогу. Вот автобусов пока нет. Вблизи мы не видим, но они были. И было много автобусов. Предлагаю тогда поговорить с людьми, чтобы они нам ответили, как вообще они добирались в период карантина, получается, до работы, извиняюсь. Здравствуйте. Марк Движко, Хабар 24. Несколько слов можно? Как вообще общественный транспорт пошел сейчас, с этого дня, да? Как добирались до работы, возможно, без общественного транспорта? Сложно было? Я, в принципе, до этого дня не работала. Сегодня первый день, ну, слушай. Еще пока автобусов не видела, сейчас она только подошла. Все? Понятно. Так, давайте еще с парой человек поговорим. Возможно, здравствуйте. Как тяжело было без общественного транспорта? Вот первый день он. Еще не ощутила ничего. Еще не поняла. А приходилось передвигаться без общественного транспорта по городу? Тяжело ли было? Знаете, я вообще хожу пешком, поэтому могла я обойтись и без общественного транспорта. А сейчас куда едете? Сейчас я еду в поликлинику, но, в принципе, сейчас бы мне нужен был транспорт, конечно. Спасибо большое. Так, ну, еще вот у одного человека, вот женщина, давайте у нее спросим. Здравствуйте, Хабар-24, в прямом эфире работаем. Тяжело было ли без общественного транспорта? И как вообще справлялись без него все эти деньги? Конечно, было тяжело. На работу ходили, где пешком, на такси в основном. Это большие трудности. Затраты, да? Конечно, затраты, да. Зарплата у нас 50%, потому что сокращенный рабочий день в связи с кризисом, с этим коронавирусом. Так что очень неудобно было. А сколько в среднем на одну поездку на такси уходило? На такси где-то 800-900, до 1000 доходят. В одну сторону, да? В одну сторону только, да. Это утром туда, в обед обратно. Это вообще-то накладно. Ну, не опасаетесь ездить все-таки о скоплении людей? Да нет, маски вот есть. Перчатки. Будем стараться соблюдать меры вот этой. В общем, меры предосторожности во благо, да? Спасибо большое. Ну, вы все слышали сами. Люди, в принципе, относятся к тому, что общественный транспорт снова начал ходить. Очень даже хорошо. И вот автобус едет один, автобус заворачивает другой. Можем уже увидеть как раз-таки вот эти автобусы, которые наконец-то вышли на дорогу. И что еще хочется сказать, что, ну, наверное, сейчас контролеры будут смотреть пассажиропоток, сколько человек будет загружаться в автобусы, много ли, мало ли. И еще делать свои выводы, конечно, пока они здесь продолжают работать на остановках, а мы продолжаем следить за тем, что происходит на улицах города Арестан. Эфир снова твой. Мы будем надеяться, что контролеры не будут слишком строго относиться к людям без масок, так как в переднюю дверь люди уже оплачивают, а позже их могут вывезти из автобуса. Получается, что проезд не состоялся, а оплата билета уже произошла. Спасибо, Марк Брюшко. Нас информирует из карантинной столицы. Спасибо.